МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда новостей телеканала Хабар 24 продолжает держать вас в курсе происходящего. В студии Алмаз Ашим. Здравствуйте. Саперы приступили к зачистке территории военного склада в Арысе. В Минобороны также сообщили, что полностью завершена очистка внешней территории населенного пункта. Продолжаются работы по восстановлению военного городка. Саперы обнаружили 150 тысяч фрагментов боеприпасов. Зачищено более тысячи квадратных километров территории. Работу контролирует министр обороны Нурлан Ермикпаев. Он лично приезжает в Арысь каждую неделю. Во время последнего визита министр заслушал доклады о результатах выполненных работ, отметив, что качественная очистка склада, а также обеспечение безопасности местного населения – это задачи первостепенной важности. Получать госуслуги по системе ЕГОВ теперь можно даже в трамвае. В Павлодаре начал курсировать вагон, в котором разместился передвижной ЦОН. Специалист Центра обслуживания населения регистрирует пассажиров в базе и обучает навыкам получения госуслуг через смартфон. Таким образом ведется популяризация доступности и простоты портала электронного правительства. Сегодня система ЕГОВ имеет широкие возможности, благодаря которым можно получить необходимые справки, не выходя из дома. Более 70% госуслуг оказываются дистанционно. Через популярное приложение «Телеграм-вод» ЕГОВК и «Зетбод» можно получить 25 государственных услуг. Это популярные справки как адресная, несудимость, о пенсионных отчислениях. Получение электронных услуг, оно, конечно, разгружает ЦОНы. Все больше людей на сегодняшний день уже получают услуги, не выходя из дома. Мы создали по поручению Акимовой области такой трамвай, где вот люди по дороге на работу или обратно домой на обед могут ознакомиться с этими услугами наши сотрудники. Трамвай будет ездить каждую неделю по средам, и сотрудники ЦОНа будут здесь оказывать все эти услуги консультационные и обучать. К событиям в мире. Неопределенность вокруг Brexit неблагоприятно отразилась на британском рынке жилья. По данным экспертов, в прошлом месяце цены на жилье упали ниже, чем ожидалось. Но все равно остаются одним из самых высоких на европейском рынке. Покупатели становятся все более осторожными по мере приближения выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Подробнее об этом наш лондонский корреспондент Галамжан Караманула. После избрания Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании существенных изменений на рынке недвижимости не произошло. Британцы так и не спешат вкладывать свои деньги в покупку нового жилья. Риэлторы выражают озабоченность тем, что политическая неопределенность и дальше будет тормозить развитие рынка. В этом центральном районе Лондона стоимость двухкомнатной квартиры начинается от 1 миллиона фунтов стерлингов, то есть 475 миллионов тенге. Владельцы квартир, еще недавно рассчитывавшие продать недвижимость за выгодную цену, сейчас вынуждены убавить аппетит, так как спроса на рынке нет. За последние три года цены упали примерно на 20% в зависимости от того, какое жилье вы ищете. Но так, возможно, продолжаться не будет, потому что спрос на жилье в Великобритании имеет тенденцию расти. Я считаю, что после Брексита цены стабилизируются, но это может занять несколько лет. Есть и положительные сдвиги. Продажи выросли, но в очень ограниченном количестве регионов. В основном на севере Англии и в Северной Ирландии. В городах существует и другая проблема. Из-за падения спроса на элитные новостройки сократились инвестиции в доступное жилье, о котором мечтает средний британец. Цены на недвижимость, я считаю, будут все время расти. Возможно, из-за Брексита они немного замедлятся. Сейчас чувствуется некая стагнация, но это всего лишь вопрос времени. Цены очень и очень высокие. Особенно они недосягаемы для тех, кто только закончил университет. Это действительно большой челлендж для молодежи. Я не думаю, что цены упадут после Брексита. Политическая нестабильность, связанная с Брексит, сейчас на руку только иностранным покупателям, которые держат деньги в другой валюте. Они выигрывают на курсовой разнице, так как ныне курс фунта стерлинга идет вниз. И, по словам экспертов, недалек тот день, когда он сравнится с валютой соседних стран с евро. Галанджан Хараманова, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. Рост цен на квартиры наблюдается в Баку. Эксперты отмечают, рынок демонстрирует постоянные колебания в зависимости от сезона и экономических показателей. Динамика же цен по сравнению с предыдущими годами снизилась. Сейчас в центральной части Баку новые квартиры можно купить в среднем из расчета 1 тысячи долларов за квадратный метр. В домах старой постройки цены более приемлемые – около 700 за квадрат. Разница с прошлым годом, отмечают эксперты, есть, но незначительная. Рост цен наблюдается на рынке первичного жилья. В среднем новые квартиры подорожали на 5%. Дорогие же квартиры напротив упали в цене примерно на 1%. Рост цен эксперты связывают с доступностью банковских кредитов и психологическим фактором. Сказывается относительная стабильность на нефтяном рынке. Наибольший спрос на двух- и трехкомнатные квартиры. Сделки по ним составляют примерно две трети от общего числа продаваемой недвижимости. Мы видим, что за последние два года интерес к квартирам премиум-класса упал. Покупатели предпочитают эконом. И строительные компании, видя эту ситуацию, подстраиваются. В риэлторских агентствах отмечают, что многие предпочитают снимать квартиры. В этом тоже есть свои плюсы. Но активность в этом сегменте повлияла на стоимость аренды. Цены с прошлого года выросли и значительнее всего этим летом, что непривычно для этого рынка. Шафа Галеева, Айгюн Гасан, Хабар-24, Азербайджан-Баку. Президентские и парламентские выборы в Украине негативно повлияли на рынок недвижимости. Во время проведения политической кампании продажи жилья резко упали. Стоимость одного квадратного метра в Киеве сейчас в среднем составляет от 800 до 2000 долларов. Однако, по оценкам экспертов, активность покупателей должна вырасти уже этой осенью. Тему продолжит моя коллега. Курс национальной валюты Украины с начала августа стабилен. Сейчас стоимость доллара составляет 25 гривен и 50 копеек. Еще в январе он был немного дороже. Но, несмотря на это, на рынке недвижимости сейчас затишье. Активности эксперты ждут уже к осени. Мы сейчас наблюдаем это укрепление курса гривны. Доллар относительно гривны сейчас стоит дешевле, чем стоил еще несколько месяцев назад. А поскольку у нас традиционно люди в Украине привыкли привязывать стоимость квадратного метра все-таки к доллару, те люди, у которых накопление в долларах, сейчас тоже не торопятся покупать жилье, пока курс не повысится. Век комплексного строительства люди заинтересованы в жилье нового поколения, так называемых умных домах, безопасных, энергоемких и экологичных. Цена квадратного метра в среднем составляет от 17-18 тысяч гривен за квадратный метр. Это на объекты эконом-класса в районах окраинных и приближенных к центру. Порядка 800 долларов, если пересчитывать по курсу. Чем ближе к центру, тем выше цена за квадратный метр. Цена в принципе стабильна, и нельзя сказать, что она там сильно колебалась. Доходит цена максимально в центре в районе 2000 долларов за квадратный метр. Это у застройщиков за объекты бизнес-класса. По мнению экспертов, приобретать недвижимость в летние месяцы выгодно тем, кто хранит деньги в национальной валюте. Асиль Жамбарши, Айда Кадырбая, Сергей Качанов, Хабар-24, Украина. Восточное побережье Китая во власти супер-тайфуна Ли Кима. По последним данным, жертвами стихии стали 44 человека, десятки пропали без вести. Более миллиона жителей эвакуированы, а всего удар тайфуна затронул почти 5 миллионов человек. Обрушились 34 тысячи домов, пострадали 173 гектара посевов. Нарушены авиа, железнодорожное, паромное сообщение. В регионе объявлен красный уровень опасности. Власти опасаются схода оползней. Китайские СМИ пишут, что экономические убытки от тайфуна составили почти 2 миллиарда долларов. Во втором туре президентских выборов в Гватемале одержал победу правоцентрист Алекандро Джаматеи. Заручился он поддержкой почти 60% голосов избирателей, опередив соперницу из социал-демократической партии Сандру Торрес. Голосование, в котором приняли участие более 8 миллионов человек, прошло без инцидентов. Отмечу, Джаматеи обещал своим избирателям вернуть смертную казнь, бороться с бедностью и коррупцией. Подписи против санкций Соединенных Штатов начали собирать жители Венесуэлы. По данным представителей властей, планируется, что количество петиций подпишет более миллиона человек. После чего Венесуэла намерена направить решение, точнее прошение в ООН о защите международного права, соблюдение принципов самоопределения, невмешательства и ненападения. Ранее в ООН призвали оценить влияние ограничений США на жителей Венесуэлы и выяснить, не нарушают ли они Женевскую конвенцию. Напомню, Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов власти Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список Центральный банк страны и Государственную нефтяную компанию. Президент Венесуэлы Никлас Мадуро призвал граждан провести акции протеста против действий Соединенных Штатов. В Южной Корее не прекращаются споры о том, как ответить на санкции Японии. Некоторые эксперты предлагают урегулировать конфликт с Токио дипломатическим путем, другие считают, что нужно идти на конфронтацию. По мнению представителей правящей демократической партии Тобуро Ким Минсока, действия японского правительства могут привести к тому, что Южная Корея откажется от участия в Токийской Олимпиаде в следующем году. В свою очередь, японовед Ли Вон Док уверен, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к огромному ущербу в обеих странах. В частности, может быть отменен безвизовый режим, запрещены денежные переводы. Напомню, торговая война между официальными Сеулом и Токио началась 1 июля. В японском правительстве заявили, что ограничат поставки в страну утренней свежести трех химических компонентов, используемых при производстве полупроводников и электронного оборудования. 2 августа в Токио заявили об исключении Южной Кореи из списка надежных торговых партнеров. Однако, 8 августа Япония одобрила поставку своим соседям фоторезисторов. Это один из материалов, на который были введены ограничения. Правительству Кореи стоит рассмотреть заявление о незаконности колониального правления и принять извинения Японии, отказавшись от материальной компенсации и сделав специальное заявление о том, что правительство несет ответственность за помощь пострадавшим. Это будет контратака в отношении правительства Синзо Абе и положение корейско-японских отношений кардинально изменится. Китай также отказался от компенсации Японии и с тех пор стал лидером в дипломатии с этой страной. Из-за этой проблемы на кону судьба и честь нашего государства. От того, решим мы ее или нет, зависит и судьба политической власти. Я думаю, что эта проблема может привести к тому, что мы будем бойкотировать Олимпиаду в Токио. Челлендж в честь 175-летия Абая Кунанбаева продолжился в Украине. Там представители казахской диаспоры накрыли традиционный дастархан, надели национальные костюмы, читали и пели стихи великого поэта. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Участники поэтической акции называют наследие Абая мировым. По их словам, его творчество живет не только в душе казахского народа, но и всех тюркских. Представители казахской диаспоры собираются сделать такие встречи традиционными. Избавиться от невежества, получить знания призывал современников Абай Кунанбаев. Его труды – это целая наука. В них он также писал о своей любви к родине. Я считаю, что произведение Абая должен знать весь мир. Назначен новый глава казах фильма. Стал им заслуженный деятель, актер, продюсер Арман Асенов. Коллективу киностудии, исполняющего обязанности президента, представил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешев. Арман Асенов за годы работы успел принять часть в создании более чем 20 кинокартин, многие из которых известны далеко за пределами нашей страны. Плодотворной работы в развитии отечественного кинематографа новому руководителю пожелали корифеи кино Нуржаман Ихтымбаев и Сатбалда Нарумбетов. Впрочем, новоиспеченный руководитель уже имеет определенное видение ближайшей перспективы. У нас очень грамотные кинематографисты, мы снимаем кино на уровне, на высоком профессиональном уровне. Поэтому есть надежда, есть цели, есть задачи, есть над чем работать. Наш уровень, наша планка, которую мы должны держать и оставаться на ней, это как раз кино о кочевом образе жизни, кино исторического жанра. Зрителю мировому немножко уже поднадоели «Звездные войны», «Робокопы». Все хотят натурального, так же, как и в пище. То же самое в кинематографе, такой транс сейчас идет. Люди хотят прям живого запаха, запаха лошадей с экрана, запаха природы. Это все у нас есть. Я считаю, что это наша ниша. В Карагандинскую область прибыл поезд «Здоровье», который с апреля колесит по стране. Вагоны переоборудованы в лаборатории и врачебные кабинеты. Госпиталь на колесах оснащен современным диагностическим оборудованием. Он останавливается на самых отдаленных станциях. Десять бригад медиков принимают пациентов в будни и выходные. Все процедуры и консультации бесплатные. До конца декабря поезд «Здоровье» пройдет 19 тысяч километров и посетит все области Казахстана. Планируется, что необходимую медицинскую помощь получат 60 тысяч человек. Поезд «Денсаулык» прибывает в дальние села, что очень хорошо. Я посетила окулисты, а со зрением проблем нет. Сдала анализы. Врачи уделяют большое внимание пожилым людям. Спасибо им. В Сузахском районе Южного Казахстана выросли арбузы весом более 15 килограммов. Экспериментальная плантация бахчевых принесла неожиданно высокий урожай. При этом дихкани говорят, что особых условий не создавали. Огромные арбузы – это не чудо селекции. Они уже начали реализацию первого урожая. Вкусной ягодой сразу заинтересовались покупатели из России. Они готовы скупить все арбузы и дыни. А это более 600 тонн. К слову, для Сузакского района выращивать полосатую ягоду в новинку. Раньше там выращивали только кукурузу, люцерну и овощи. А основной вид деятельности местных жителей – это верблюдоводство и откормочные площадки. Будем теперь наращивать объемы. В 2020 году бахчевые начнут выращивать еще три хозяйства. Мы впервые начали экспортировать арбузы. Есть хорошие результаты. В основном отправляем в Россию, а также в другие регионы Казахстана. 500 детей из многодетных и малообеспеченных семей в Актобе собрали в школу представители духовенства. Благотворительные мероприятия проходят в дни Хурбанайта. На пожертвования прихожан школьникам купили канцелярские товары, а их родителям вручили сертификаты на сумму денег. Кроме того, 9 абитуриентов получили гранты на обучение теологическим специальностям. И еще пятерым студентам оплатили год обучения в Университете исламской культуры Нур-Мубарак в Алматы. Обучение пятерых студентов в год обходится примерно в 2 миллиона тенге. Таким образом, мы решили поддержать этих ребят и обеспечить регион квалифицированными специалистами в области теологии. Кроме того, стала традиционной и акция «Дорога в школу». В рамках этого мероприятия коллектив мечети Нур-Гасыр вручил специальные подарки 100 детям. В Кокшетау в первый день Курбанайта прошли состязания по национальным видам спорта. Помериться силами в Кокпаре, а также определить самого быстрого наездника в 12-километровом заезде прибыли участники со всех районов области. Мероприятие организовали на городском ипподроме. Насладиться зрелищными и увлекательными видами спорта собрались сотни горожан. Стоит отметить, что с таким размахом Курбанайт празднуется в регионе впервые. Кроме конных состязаний, организовали соревнования по хазак-куреса, асхату и тогас-хумалах. Все победители награждены денежными и памятными подарками. Также для гостей была представлена концертная программа, а после проведен праздничный обед. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok